Наиболее простой получился у нас случай с белой краской, которая снимается просто ацетоном. На самом деле не все так просто. Сначала на 15 минут накладывается ацетоновый компресс. Он размягчает краску. Затем она миллиметр за миллиметром удаляется с помощью скальпеля. Сложнее всего с краской синей. Для нее нужно подобрать специальный раствор. Вот здесь-то и становится понятно, почему двери восстанавливают именно в Вологодском музее-заповеднике. Опытных экспертов, которые могут это сделать, во всей России единицы. А в областной столице их сразу несколько. Вот так дверь примерно выглядела, когда мы приехали в 2007 году на разборку дома. Ну а теперь вот в процессе производства работ вот такие получаются цвета. Цвета довольно тусклые по сегодняшним меркам, но и наносили краски больше века назад. Здесь открываются несколько слоев. Потомки хозяина, соблюдая традицию, постоянно обновляли уникальные двери. Обычно такие не встретишь в простом деревенском доме. Скорее всего, Василий Копылов установил их, следуя модным тенденциям. Здесь мы имеем дело с тем, что заказчик, по всей видимости, и автор, который выполнял эти росписи, принес какие-то определенные элементы городского влияния. Это, я думаю, связано и с тем, что с внутренним миром заказчика. Василий Копылов был богатым хозяином. И вот таким образом, расписывая фасад двери, он хотел подчеркнуть свой статус. И крестьянин явно шел правильным путем. Масляная краска в те времена стоила огромных денег. На то, чтобы снять верхние слои краски, при этом оставив самый нижний, уйдет не один месяц. Потом двери, говоря простым языком, подкрасят. Эксперты называют это местной тонировкой. Вот видите, вот здесь, например, здесь есть краска, здесь уже чистое дерево. Соответственно, вот это дерево, оно будет заполнено точно таким же по цвету колером. И в результате ромбик у нас будет полностью зеленого цвета. Параллельно с этими работами ведется реставрация и самого крестьянского дома. Кстати, на американский грант. Сейчас специалисты занимаются восстановлением интерьера. Скоро они поклеят новые обои. В доме появятся печи, лавки и божницы. Завершить реставрацию эксперты планируют к концу лета. Так что уже через несколько месяцев дом, который называют визитной карточкой музея Семенкова, в Алакжане увидят таким, каким он предстал перед Василием Копыловым больше века назад. Александр Устинов, Игорь Трифонов. Новости Вологды.